Перед молитвой Папа обратился ко всем христианам, чтобы напомнить, почему он предложил эту инициативу. Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрали всех христиан мира, чтобы вместе помолиться Отцу нашему Небесному, молитвой, которой научил нас Иисус. Как доверяющие дети, мы обращаемся к Отцу. Мы делаем это каждый день, много раз в день. Но в настоящее время мы хотим попросить о милости для человечества, которое подвергается серьезным испытаниям в результате пандемии коронавируса. Мы делаем это вместе, христиане из каждой церкви и общины всех возрастов, языков и наций. Папа молился за больных, их семьи, врачи, медсестер, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и органов власти. Молитва состоялась в комнате, где святейший отец обычно принимает официальные визиты. Это место, где всегда присутствуют христиане разных конфессий. На самом деле на его столе осталась фотография со встречи с патриархом константинопольским Варфоломеем. Давайте все вместе помолимся в полдень по приглашению и предложению его святейшества Папы Франциска молитвой Господней, призывая благодать нашего Небесного Отца. Идея призвать всех христиан молиться всеобщей молитвой была неожиданно выдвинута в минувшее воскресенье, в конце молитвы Ангел Господень. Из-за карантина Страстная неделя и пасхальные богослужения будут проходить в соборе Святого Петра у алтаря кафедры. Папа Франциск будет возглавлять богослужения без присутствия паломников. Традиционные богослужения будут проводиться иначе, начиная с вербного воскресенья. Святая меса в этот день обычно начинается с процессии с пальмовыми ветвями на площади Святого Петра. В этом году все будет выглядеть иначе. Меса будет проходить в храме и начнется в 11 часов по римскому времени. Меса освящения елеев, обычно проходящая утром в святой четверг, будет отложена до окончания пандемии. Позже, тем же вечером, папа проведет месу не в тюрьме, а в Ватикане. И начнется она в 6 часов вечера по римскому времени. Традиционного омовения ног не будет. Крестный путь в Страстную Пятницу состоится возле базилики Святого Петра, а не у Колизея. Молитва начнется в 9 часов вечера по римскому времени. На вечере Пасхи начнется в 9 вечера в Великую Субботу 11 апреля, а пасхальная воскресная меса в 11 утра в воскресенье. Эти две молитвы будут транслироваться в прямом эфире, чтобы верующие могли присоединиться. В конце воскресной месы папа помолится молитвой Небесная Матерь и даст благословение Граду и Миру. Продолжение следует...